Ценный багаж в пакете шестилетнего Артема Мурзина – игровая приставка. Мальчик взял гаджет с собой в детский сад. Мама Артема против таких современных технологий, но отказать мальчику не может. Два-три дня пропускаем, неделю может быть проходит. Потом опять мама, ну можно я возьму приставку? Мама, ну пожалуйста, дай приставку, а то со мной никто не играет. Оставляю его в садик и вижу, что у него совершенно нет никакого настроения оставаться там. А с игрушкой он приходит, радостный, сразу раздевается, бежит в группу, вокруг него собирается тут же компания. В группе Артема больше 20 ребятишек. Приставки есть не у всех. Давай я. Вадим, где моя паучка? Современный гаджет, как горячий пирожок, на расхват. С ним Артем явно выделяется среди остальных. Для мальчика это важно. Потому что он только за игрушки дружит. Только за игрушки дружит? Угу. Ну а вот обычные игры же есть здесь в детском садике. То есть ты как-то сам не играешь? Ну они сами любимые. Это играют Катя, а меня пускают. Роли это свои маленькие еще. С таким отношением борются воспитатели детсада. Групповые игры и занятия занимают почти все время. По моему наблюдению, любая новая игрушка вызывает одинаковый интерес. У них нет вот этих вот социальных неравенцев. Они еще в этом не живут. Для них непонятны эти проблемы. Эти проблемы наши. Эти проблемы выдумали взрослые. И мы в этих проблемах купаемся и живем. Мы должны оградить детей от этих проблем. Запретить родителям давать ребенку гаджет никто не может. Нет такого закона. Воспитатели только рекомендуют оставлять дорогие игрушки дома, где с гаджетами малыши знакомятся практически с пеленок. На этом видео полуторагодовалая девочка. Орудует в планшете она явно не в первый раз. Но для малышки это только развлечение. В отличие от школьников. В начальных классах дети только начинают разделять сверстников на тех, у кого телефон подороже или подешевле. Но с годами отношения между одноклассниками меняются. Если среднее звено, то там еще ярче это выражено. В большей степени у кого круче. Вот у меня круче гаджет, у нее менее круче гаджет у него. И от этого где-то симпатии какие-то, где-то лидерство. Чем старше становятся школьники, тем больше внимания они уделяют не только гаджетам. Люди часто смотрят на внешний вид. Так же как одет человек. Какая у него прическа, что у него с лицом. Многие даже не смотрят на внутреннее содержание. Артем признается, в их классе жесткого разделения нет. Сташеклассники уже начинают жить по поговорке. Встречают по одежке, а провожают по уму. Гаджеты, кстати, очень часто помогают в решении школьных задач. Посмотреть ответ в интернете не составляет труда. Поэтому современные игрушки всегда при себе. Однако это чревато для здоровья. На зрение, прежде всего, оказывает нагрузку. Монитор развивается и миопия, это близорукость. Сейчас очень много детей в современном поколении, у которых имеется проблема со зрением. И сколиоз. Поэтому врачи настоятельно советуют не пропадать за компьютерами или приставками днем и ночью. Утимальное время не больше двух часов в день. До школьникам же давать в руки гаджеты не рекомендуется вообще. Анастасия Павлова, Владимир Чебодаев. Новости. Седьмой телеканал.